Здравствуйте, меня зовут Деменчик Алексей. Спасибо, что подписались на бесплатную рассылку моих видео уроков. В этих уроках вы узнаете множество полезных упражнений, которые помогут вам сформировать себя как гитариста. Но прежде чем мы приступим к самому обучению, хочу рассказать об своих основных принципах. Но самое главное, я считаю, когда кого-либо учишь, это чтобы у человека не пропал интерес к самому предмету, в данном случае к гитаре. Именно поэтому я стараюсь опускать теоретическую часть и давать максимально практическую. Не скажу, что теоретическая часть лишняя, то есть теория тоже нужна, но, как показывает практика, для новичка гораздо интереснее больше играть, нежели копаться в книжках и тетрадках. Хотя, может быть, чуть-чуть все-таки придется. В общем, в основном я стараюсь делать упор на практику при минимальной теории. То есть учить играть, играя. Теперь давайте перейдем непосредственно к уроку. Первый урок мы посвятим настройке гитары. Существует несколько способов ее настраивания в своем видеокурсе, я об этом упоминал. Но мы рассмотрим с вами основную. Давайте сразу отстроим первую струну. Первая струна у нас будет звучать как ми первой октавы. Просто отстроите ее под меня. Сыграйте, то есть одновременно ее со мной. Добейтесь того, чтобы ваша гитара прозвучала одновременно с моей. То бишь, ваша первая струна, если быть точным. Достаточно. Вот, мы отстроили первую струну, теперь давайте отстраивать вторую. Вторая струна отстраивается следующим образом. Мы прижимаем на пятом ее ладу, вторую струну, и она должна прозвучать в унисон, то есть одинаково с первой струной. Вот видите, у меня уже сама по себе гитара настроена, и то есть они уже звучат одинаково. То есть, к примеру, если прижать ее на четвертом ладу, вы слышите такое вот трение у звуков есть, словно, как будто они трутся, как бы вот друг от друга. И вот, то есть, чистое звучание, которое требуется нам. Вторая струна на пятом ладу. Теперь настраиваем третью струну, прижимаем мы уже не на пятом, только на четвертом. И она должна прозвучать одинаково в унисон, вместе со второй. Теперь настраиваем четвертую струну, зажимаем ее на пятом ладу, и она должна прозвучать одинаково с четвертой струной. Простите, с третьей. Вот, четвертую струну настраиваем. Струили. Теперь настраиваем пятую струну. Прижимаем ее на пятом ладу. Она должна прозвучать в унисон четвертой. Настроили. Теперь настраиваем последнюю шестую струну. Тоже зажимаем на пятом ладу. И она должна прозвучать одинаково с пятой. Давайте вот я даже немножко ее расстрою. Шестую струну. Чтобы вы понимали чуть-чуть, каким образом это все делается. То есть вот я зажимаю на пятом ладу. Допустим, у меня расстроена гитара чуть-чуть. Вот слышите такое вот трение, о котором я уже вам говорил. Вот его обязательно избежать нужно. Вот так вот можно даже. Зажали так. И все. И звуки перестали тереться друг от друга. То есть стало кристально чистое звучание. Вот. Настроили гитару. Попрактикуйтесь немножко в этом. Попробуйте себя. То есть тут на самом деле больше делом не в слухе, как некоторые полагают. Тут все дело в практике. Упражняйтесь. В следующем уроке мы рассмотрим первое упражнение. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.